Евразийский экономический союз – относительно молодая структура на мировой карте. В 2014 году был подписан договор о создании, а с 2015 он вступил в силу. Тогда страны ЕАЭС четко заявили о том, что будут координировать свою экономическую политику. И не прогадали. В 20-й пандемии были приняты оперативные решения. В 22-м, когда отдельные страны столкнулись с санкционным давлением, ЕАЭС не отказала в помощи и оказывает со стороннюю поддержку. Как развивается евразийская интеграция сегодня, обсудим с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем. Михаил Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. В эпоху политических трансформаций мы видим, как усиливается роль Евразийского экономического союза, в том числе это видно и по взаимоотношениям между странами-участницами ЕАЭС. На ваш взгляд, хватает ли сегодня механизмов для более эффективного взаимодействия? Казалось бы, если просто отвечать на ваш вопрос, то можно было бы сказать, что да, этих инструментов хватает, потому что показатели 2021 года, которых характеризует уровень интеграции, и показатели первого полугодия текущего года достаточно оптимистичны, высокие темпы. Мы в прошлом году по взаимной торговле приросли на треть, а если посмотреть по показателям, которые характеризуют глубину интеграции, вот по торговле промежуточными товарами, то вообще так 140%. Поэтому, казалось бы, что и беспокоиться особенно нечего. Но если посмотреть, что наша взаимная торговля составляет порядка 9% от общей торговли наших стран, внешней торговли, то, как говорится, есть над чем работать. И вот в этом плане, конечно, в качестве позитива можно было бы еще и сказать, что увеличилась доля во взаимной торговле инвестиционных товаров. И товары, действительно, это промышленные товары, это товары, которые используются экономиками наших государств. И, безусловно, это говорит о том, что у нас есть определенный резерв. Поэтому есть над чем работать, и мы это стараемся использовать в рамках существующего правового поля. Говоря об экономических показателях, в 2021 году наблюдался определенный рост экономик стран-участниц ЕАЭС. Вместе с тем, в 2022, с началом введения санкций в отношении Беларуси и России, наши страны, Беларусь и Россия, столкнулись с проблемами. На ваш взгляд, хватает ли сегодня механизмов для эффективного взаимодействия между странами ЕАЭС? Видим, что переориентируются экспортные поставки. Вы знаете, единство наших стран по-настоящему проявилось, когда шла такая большая работа по минимизации последствий ковида. И вот в этом плане все решения принимались достаточно быстро, и было взаимное доверие. Было взаимное доверие к тем решениям, которые принимаются на национальном уровне, и была такая взаимная поддержка. И это действительно способствовало тому, что многие, казалось бы, достаточно сложные вопросы, которые, может быть, не совсем успешно решались в ряде других государств, у нас были решены, ну, будем говорить, с минимальными издержками. И вот сейчас, когда мы говорим о том, что Российская Федерация и Республика Беларусь оказались в условиях недружественных санкций, безусловно, как-то замалчивать или говорить о том, что это не сказывается на развитии наших экономик, наверное, будет неправильно. Наверное, будет неправильно. Ведь договор 2014 года о Евразийском экономическом союзе – это договор в общем рынке. Когда все торговые режимы, и внутренние, и внешние, согласованы, некоторые, как, например, таможенный тариф нашего союза, имеют наднациональный уровень, вопросы технического регулирования тоже являются наднациональными. И здесь мы вот сегодня имеем 4 торговых режима, 4 торговых режима в рамках нашего единого, значит, экономического пространства. Это, безусловно, торговля Беларуси с Российской Федерацией, взаимная торговля, торговля между тремя оставшимися странами Армении, Казахстаном, Кыргызстаном между собой, их торговля с Россией и Беларусью, и вопросы торговли России и Беларусью с третьими странами, и вот Армении, Казахстаном, Кыргызстаном тоже с третьими странами. И вот в этой ситуации приходится находить консенсус для того, чтобы действительно были в полном объеме востребованы те резервы, возможности, которые есть, и вместе с тем, чтобы это не нанесло ущерб партнерам по нашему союзу. Я вот в этом плане как-то, значит, слышал такой ответ бывшего президента Франции де Голля, которому был задан вопрос, легко ли управлять такой, руководить такой страной, как Франция. На что он ответил, говорит, знаете, когда вот в Франции 300 видов сыров, и каждому сыру свое вино. Так вот и у нас получается, что, значит, вот в этом плане очень много различных, достаточно разных и чувствительных моментов, но их надо, безусловно, учитывать в практической работе. И это очень непросто, и на это вот комиссия обращает особое внимание, потому что мы же всю нормативно-правовую базу готовим для взаимной торговли, инвестиционной деятельности, других мер. И вот в этом плане надо, безусловно, проявлять, не побоюсь этого слова сказать, мудрость. Ну и то, что касается, безусловно, а что дальше? Да, ведь мы четко понимаем, что тот недружественный шаг, который проявляется в отношении объединенным Западом в отношении Российской Федерации и Республики Беларусь, это не сегодня, не завтра, значит, все это завершится, это, как говорится, в долгую. Поэтому мы должны предусматривать и дальнейшее развитие, как работать вот в этих условиях. Есть очень много, на мой взгляд, резервов, которые мы должны в обязательном порядке задействовать. И в первую очередь это касается совместной инвестиционной деятельности. Когда у нас будут совместные компании, серьезные компании, которые действительно будут себя достаточно мощно позиционировать на нашем евразийском рынке и в отношениях с третьими странами, тогда мы можем говорить о том, что и административный ресурс может быть уже в меньшей степени востребован, потому что будет общий бизнес, есть общий интерес и так далее. Хотя, если посмотреть, то у нас в Евразийском экономическом союзе около 20 тысяч совместных предприятий. Но их доля совокупной экономики наших стран, конечно, очень маленькая. Очень маленькая, это в основном торгово-посреднические организации, какие-то представительские функции выполняют, а вот крупных таких компаний очень мало. И мы в этой ситуации долго работали, долго работали, искали различного рода мотивационных механизмов для того, чтобы были общие проекты. И мы полагаем, что вот сейчас карта индустриализации, которую мы составили, она содержит порядка 180 проектов, которые, по сути, являются интеграционными, но необходимо было решить, а как же задействовать эти проекты, чтобы они были действительно интересны и выгодны, значит, национальным заказчикам и в целом союзу. Мы предложили Совету Евразийской экономической комиссии механизм финансовой поддержки. Он заключается в субсидировании процентных ставок по кредитам для реализации этих проектов. Мы полагаем, что для этого можно направить порядка 10% антидемпинговых пошлин, которые собираем мы в связи с проводимой работой, и таким образом удешевлять процентные ставки где-то в пределах ключевой ставки Центробанка Российской Федерации. Мы считаем, что это, в принципе, средство, которое зарабатывает комиссия, потому что все решения о повышенных антидемпинговых и защитных мерах принимаются исключительно комиссией, коллегией комиссии, Евразийской экономической комиссии, и вот эти средства, они, в принципе, являются определенной защитой национального товаропроизводителя от партнеров из третьих стран. И вот в этом плане мы полагаем, что можно было бы часть этих средств направить именно на поддержку тех интеграционных проектов, о которых мы ведем речь. В первую очередь, в высокотехнологичных отраслях. Вот у нас очень большая проблема, я считаю, сейчас мы рассматриваем много вопросов по микроэлектронике. Недостаточно соответствующих полупроводников, чипов, поэтому необходимо вводить какие-то системы, технологию производства тех или иных машин, механизмов и так далее. Поэтому у Белоруссии, например, да, и в Российской Федерации есть соответствующие компетенции. И вот в этом плане можно объединиться и действительно делать достаточно мощные кластеры для того, чтобы развивать микроэлектронику. Мы реально смотрим на вещи, и, безусловно, если объединить усилия имеющиеся Белоруссии, компетенции соответствующие Российской Федерации, то сильно мы не рванем в этом деле. Поэтому необходимо будет привлекать и третьи страны, или возможности третьих стран, которые имеют достаточно высокие компетенции в этом деле. Второе направление в качестве приоритета, мы полагаем, можно было бы рассматривать это производство лекарств. Несмотря на то, что рынок не оголился в результате санкций, то есть наши фармацевтические компании достаточно уверенно себя чувствуют, всех пяти стран, ну, в первую очередь, самый большой рынок – это Российская Федерация. Вместе с тем мы полагаем, что можно было бы действительно ставить новые заводы по производству лекарств, которые и будут импортозамещающими, и, безусловно, могут быть предметом экспорта. Реально смотрим на вещи, все заменить невозможно, и, наверное, это и не надо к этому стремиться, но, по крайней мере, ключевые вещи, особенно вот таких общедоступных лекарств, которые сегодня уязвимы, уязвимы, значит, в связи с санкциями и так далее, можно было бы производить. Ну и, безусловно, очень серьезный вопрос – это авиастроение. авиастроение, и вот в этом плане, когда на одном из заседаний Высшего Евразийского экономического совета, когда рассматривали вопросы, главы государств рассматривали вопросы импортозамещения, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин предложил вот программу импортозамещения в качестве такой ключевой части включить самолетостроение. Мы отработали соответствующие предложения, которые касаются того, что какие комплектующие могут делать наши страны. Это все вот сейчас вот в работе, и, безусловно, я думаю, что авиастроение – это та отрасль высокотехнологичная, которая привлекательна будет для всех стран у нас и в Беларуси. Три завода, которые занимаются этими вопросами, и, безусловно, значит, Российская Федерация. Да, где-то был, может быть, ведущими авиазаводами упущен в какой-то момент, когда ориентировались на аэрбасы, Боинги и так далее. Но я думаю, что это восполнимо. Конечно, для этого потребуется определенное время. Таким образом, резервов и возможностей, конечно, очень много, и приходится зачастую сталкиваться, ну, хотел бы так сказать, с некими недопониманиями, мягко говоря, суть которых заключается в том, что некоторые проекты, которые предлагает комиссия, отдельными странами рассматриваются как некое наступление на суверенитет. Я считаю, что интеграция и суверенитет – это не взаимоисключающие вещи. Это, наоборот, то, что помогает раскрыть возможности национальные и действительно обеспечить страновую и отраслевую специализацию для того, чтобы решать. И вот когда мы рассматривали, например, вопросы, связанные с финансовой поддержкой кооперационных проектов, все, в принципе, пять стран поддержали, но Казахстан, например, попросил, что вот давайте мы возьмем объекты представителей, давайте мы еще раз посмотрим, как это будет отбираться, кто будет, проект отбираться в этот список, как они будут, соответственно, поддерживаться и так далее. Конечно, есть угроза, чтобы не заболтать, это великое, я считаю, дело. Поэтому, если мы говорим о перспективе, у нас есть договор. Договор – это 2014 года, и в Российском Союзе – это торговый договор. Вы произвели, я купил, наоборот, и так далее. Это не имеет большой перспективы. Это важно, но это не имеет большой перспективы. Второй шаг – это стратегия до 2025 года, которую главы государства утвердили вот в декабре 2020 года. Комиссия очень серьезно работала над подготовкой этого документа. Это очередной шаг. Он несколько расширяет горизонты договора 2014 года. Поэтому требуются определенные изменения в право нашего Союза. И третий вопрос – это инвестиционная деятельность и создание совместных компаний. Это уже, я считаю, то, что будет главным после 2025 года. В продолжении темы промышленной кооперации на крайнем межправсовете в Чулпунате премьеры договорились создавать совместный евразийский электробус. Как вам эта идея? И самый главный вопрос – финансирование. Какие механизмы сегодня прорабатываются? Хороший проект. Хороший проект. Мы рассматривали этот проект как инициативный проект Республики Беларусь на заседании Совета комиссии в Витебске летом этого года. Но, безусловно, значит, есть разные точки зрения. И мнение, например, Российской Федерации заключается в том, что это должен быть исключительно евразийский электробус. То есть, все, вся комплектация должна быть евразийская. Не должно присутствовать продукции третьих стран. Даже дружественных стран. Это очень сложная задача. И реализация проекта в этой ситуации может затянуться. И актуальность вопроса может быть утрачена. Мы в комиссии поддерживаем такую точку зрения, что исключительно евразийский электробус – это хорошо. Но к этому можно идти определенными этапами. И вот в этом плане сейчас идет дополнительная проработка этих вопросов. То есть, частично, надо, можно и комплектацию покупать у третьих стран сегодня. Я, к примеру, могу сказать, что вот автобусы, которые производят сегодня в Беларуси, да, они имеют высокий рейтинг, они хорошо покупаются, их хвалят и так далее. Но ведь когда покупали лицензию у немцев, тогда же фактически 99% комплектации было иностранной. А сейчас пропорция ровно наоборот. Там уже какие-то доли процента – это импорт. Остальное – это, в принципе, отечественное производство. Так и в электробусе надо идти к этому. Этапно. Вы сказали про третьи рынки. Немаловажно наверняка здесь сотрудничество интеграции с другими интеграциями. Например, Евразийский экономический союз и Шанхайская организация сотрудничества. Не так давно прошел и Шамец Шосс. Вы также в нем принимали участие. Вы знаете, что вот вы очень подняли очень хороший вопрос. Спасибо за него. Мы подписали соответствующие документы с секретариатом Шанхайской организации сотрудничества. И мы видим в этом очень большие перспективы. Конечно, я не буду вот в рамках настоящего интервью рассказывать о том, что какие мы там видим совместные мощные проекты. Скажу об одном. Это транслогистический мегапроект. Наши страны – это огромные территории, огромные транзитные возможности. Их надо использовать. И в этой ситуации мы вот в этом транслогистическом мегапроекте видим как бы три составляющих. Первое. Мы утвердили уже восемь транспортных коридоров, которые увязаны с международными коридорами. Север, юг, запад, восток. И гармонизируется с одним поясом, одним путем. Инициатива Китайской Народной Республики. Это должна быть согласованная позиция и действие. Второе – это цифровизация этих коридоров. Это витрины своего рода, витрины транспортных коридоров, которые позволят перевозчикам фактически видеть загрузку, там, значит, состояние дорог, какие-то там непредвиденные дела, пункты отдыха. Все это будет в облаке. И доступ свободный будет в облако. Это облако информационное формируется на основании национальных экосистем по данному вопросу. И, безусловно, третье составляющее – это соглашение, которое мы готовим, соглашение о таможенном транзите. Соглашение о таможенном транзите я предложил коллегам, они сейчас, значит, согласны с этим, чтобы это соглашение было не только на пять государств, а чтобы это было пять плюсов. То есть, чтобы можно было и третьим странам присоединяться к соглашению о таможенном транзите, и таким образом мы не замыкались бы вот в этих национальных границах, а работали бы в том числе с дружественными такими странами, как вот Китай и другие, где очень большие потоки, особенно то, что касается Китая, Европы и обратно. И вот в этом плане, безусловно, вся вот эта инфраструктура должна быть задействована в том числе в рамках ШОС. А я провел очередные переговоры с генеральным секретарем и договорились о том, что мы будем двигать этот проект не просто декларативно, а уже конкретно расписывая задачи каждой из сторон. Ну, это один из примеров. Многие мировые лидеры заявляли о том, что сегодня мир держит курс на дедолларизацию. В Евразийском экономическом союзе, опять же, эта практика уже существует. 75% расчетов проходит в национальных валютах. Стоит ли приближаться к 100%? Необходимо ли это? Это очень важный, так сказать, вопрос. И в этой ситуации на него можно отвечать очень долго. 75%, которые вы назвали, это действительно та цифра, которая по данным наших центробанков, национальных банков, расчеты в национальных валютах. И скорее всего, что может быть, мы не будем иметь там 99%. Это достаточно высокий показатель, хотя, конечно, его надо наращивать. Тут вы совершенно правы. Другое дело, что необходимо и ценообразование ввести в национальных валютах. Поэтому, как нас учили, да, говорили, что это не только должна быть валюта, это средство платежа, но и мера стоимости. И вот в этой ситуации, когда, значит, цены будут сформированы в национальных валютах, тогда уже не такой и ущерб будет наносить волатильность обменных курсов национальных валют. Потому что сегодня, если, например, цена на энергоносители зафиксирована в долларах или евро, то в зависимости от колебания этих курсов, значит, уже и национальные валюты себя, или расчеты национальных валютах чувствуют себя не очень ловко, потому что должны через кросс-курс пересчитываться все эти вот платежи. И вот в этой ситуации особенно слабые валюты, ну, не хотелось бы обидеть, что это слабые, но, по крайней мере, национальные валюты, которые подвержены вот этим волатильным колебаниям, они, безусловно, сказываются в том числе и на потребительский рынок, на рынок товаров и так далее. Стоит, например, там измениться обменному курсу сразу цены, например, на газ, электроэнергию, там, в Беларуси, Казахстане или Кыргызстане тоже меняются очень существенно. Поэтому мы полагаем, что вот это надо делать. И мы вот в этом плане уже услышаны были сторонами, и я полагаю, что мы все-таки выйдем на определенные соглашения, которые будут предусматривать и ценообразование в национальных валютах. Особенно здесь вот успешно достаточно работает Республика Беларусь с Российской Федерацией, и вот уровень сотрудничества, уровень интеграции, ну, служит хорошим примером для других государств, которые, в принципе, воочию могут убедиться в выгодности тех или иных решений. Потому что, чтобы мы не говорили, еще очень много сомневающихся, которые под видом, так сказать, защиты суверенитета, иногда просто не хотят заниматься теми или иными интеграционными делами, не понимая или понимая, но вот риски возможные, а что там руководители подумают и так далее и тому подобное. Поэтому есть определенные расхождения. Главы государств на своих решениях однозначно говорят о необходимости промкооперации, о необходимости наращивания объемов национальных валют. А когда мы опускаемся на уровень соответствующих уполномоченных госорганов сторон, начинаются различного рода торможения. Это самое сложное. Вот в работе комиссии, как говорится, я тут не хочу никого обвинять, каждый, так сказать, своя рубашка ближе к телу, но она все-таки должна быть подчинена политической воле глав государств, которые формулируются во время, в том числе и заседаний Высшего Евразийского экономического союза. Например, касаясь вопрос препятствий, когда, ну вот в недавно прошедшем заседании Высшего Евразийского экономического совета этот вопрос поднял президент Киргизской республики, была достаточно такая живая дискуссия, обмен мнениями. Все говорили о том, что вот эти препятствия, которые есть у нас во взаимной торговле, которые не позволяют формировать общий рынок, это очень плохо, это очень сложно. Но Александр Григорьевич Лукашенко, президент Республики Беларусь, четко сформулировал, как должно решаться. И на основании его предложений, конкретных, очень разумных предложений, было сформулировано поручение этот вопрос рассмотреть на декабрьском заседании Высшего Совета, Евразийского нашего Высшего Совета. И мы готовимся к этому, есть соответствующие предложения. Но мы будем, конечно, называть вещи своими именами, потому что не комиссия формирует барьеры и иные препятствия. Преследуя вроде благие цели, госорганы сторон пытаются защитить отечественных товаропроизводителей, принимают решение о запрете вывоза тех или иных товаров, о неких мерах поддержки, так сказать, там своих и так далее. То есть идет рассогласование общего рынка. И, естественно, это вызывает ответные меры, ответные меры, которые ведут к разбалансировке. Ну, например, если говорить о непосредственно барьерах, хотя они не играют существенной роли во взаимной торговле, у нас сегодня 12 барьеров. Я думаю, что будет принято действительно волевое решение. И дан срок правительству, по крайней мере, я буду предлагать, чтобы в течение буквально квартала какого-то устранить эти барьеры всем странам одновременно, одномоментно. И стремиться к тому, чтобы не вводить в одностороннем порядке какие-то протекционистские меры, которые могут сказаться на продвижение товаров. Безусловно, есть различного рода и другие препятствия, которые, может быть, не задокументированы в праве нашего Союза. Это пункты предварительного уведомления, это, значит, досмотры и проверки документов на несуществующих таможенных границах и так далее. Но это уже правоприменительная практика. От нее тоже надо избавляться. Хотя все должны быть убеждены в том, что товар перемещается честно. И вот то соглашение, которое мы подписали, наши страны подписали в прошлом году об электронных навигационных пломбах, я считаю, что это очень большой шаг вперед. Четыре года не решался этот вопрос. Надо было действительно неимоверное усилие для того, чтобы убедить, что это вот тот инструмент, который позволит продвигаться нашим товаром на нашей территории беспрепятственно. Или вот около шести лет не решался вопрос, связанный с госзакупками. Госзакупки это очень большие объемы, это миллиарды долларов во взаимной нашей торговле и были. Сформированы соответствующие реестры, которые говорили о том, что допускается на внутренний рынок каждой из стран госзакупок только отечественные товары или там, значит, с определенными условиями. Мы подготовили и подписали соответствующие решения страны. И сейчас идет взаимный допуск товаропроизводителей на рынке госзакупки государств. И вот это, я скажу, что очень выгодно для Республики Беларусь конкретно, которая достаточно активно участвует во всех процедурах Российской Федерации по государственным и муниципальным закупкам. Сказать, что это уже полностью решает все вопросы, наверное, будет не совсем честно, но в принципе все больше и больше мы идем к тому, чтобы рынок действительно был без изъятия ограничений. Ну и в завершении нашего разговора уверен, что Евразийский и экономический союз ждут большие перспективы, и к этим перспективам мы идем большими шагами. Ну, я бы сказал, что шаги еще не очень большие, но они уверенные, они шаги, значит, просчитанные. И мы стремимся к тому, чтобы эти шаги были действительно объективно полезны всем странам. И вот я сказал об этих трех этапах развития, два из которых уже сегодня работают. И третий этап – это когда у нас будут совместные компании, когда у нас будет совместный бизнес, вот тогда мы можем говорить о том, что наш союз состоялся вот в тех масштабах и в том видении, как задумывали его прародители. А выступали тогда три государства Российской Федерации. Владимир Владимирович Путин подписал, Республика Беларусь, Александр Григорьевич подписал договор 2014 года и президент Казахстана Нарсултан Абишевич Назарбаев. Вот поэтому вот эти вот идеи, они должны развиваться. Они не должны быть, ну будем говорить, ограничены в своем развитии. Михаил Владимирович, большое спасибо за интервью. Спасибо вам.